Привет всем, с вами проект Россия Чужой Взгляд. Настало время опять обратиться к кичевой одейшей клюкве, но в данном случае это обусловлено контекстом того режиссера, о котором пойдет речь. Это Билли Уайлдер. Он начинал с довольно знаковых для американского кинематографа фильмов, таких как Double Indemnity, Двойная Страховка, Бульвара Сансет. Ну, это, в общем-то, культовые картины. Не такая культовая, но все вы ее видели, и не все так многие. Называлась она в джазе только девушки. Это наш перевод. На самом деле в оригинале она называется совсем иначе. И в данном случае он решил представить свою трактовку у Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Надо сказать, что герои эти отличаются от привычных нам образов, потому что, конечно же, Соломин и Ливанов сделали свое дело. Практически создали шаблон, от которого мы теперь пляшем. И такой низкий тембр голоса у Шерлока, и Соломин весь такой, знаете, исполненные достоинства и так далее. Здесь совершенно иная картина. Основная идея в том, что Шерлоку Холмсу скучно. Почему? Потому что нет достойных дел для расследования. Вот, например, такое. Ему присылают записку, где просят найти шесть карликов, пропавших из цирка. Шесть акробатов. Но они не просто карлики, они еще и анархисты. Их тайно переправят в Вену, одев маленькими девочками. И они будут приветствовать русского царя, когда тот прибудет на вокзал. Неся букет цветов в руках. И в каждом из этих букетов будет бомба. С фитилем. Или фитилем. И когда ошарашенный Ватсон спрашивает, это правда? Холмс отвечает, ну конечно же нет. Цирк предлагает мне всего пять фунтов. Это меньше, чем фунт за карлика. Не в целом. Скорее всего, карлики сбежали в другой цирк, который их переманил. А Ватсон негодует за то, что его друг, приятель сидит дома, никуда не ходит, не реагирует ни на какие приглашения. Даже приглашение на приглашение на последнее представление русского императорского балета. Приглашение прилагается у записка, в которой сказано, вы последний человек, который может мне помочь. На что Холмс отвечает, это скорее всего какой-то заговор. Заговор, что кто-то хочет меня убить. Убить вас? Это заговор, чтобы уморить меня до смерти, со скуки, ведь я ненавижу балет. И тогда Ватсон пускает свой последний аргумент, это лебединое озеро. И вот они в театре, Холмс, конечно же, спит, Ватсон будет его со словами, потрясающая женщина, вы не находите, Холмс? Кто? Великая Петрова. Говорят, 12 человек умерли ради нее. Шесть покончили самоубийством, четверо убиты на дуэлях. И один упал с галереи в Венской опере. Итак, друзья мои, где нестыковка? Всего 11 человек. Кто же 12-й? Человек, упавший с галереи, приземлился на еще одного человека в оркестре. Тут появляется Николай Рогожин, директор императорского русского театра. И задаешь Шерлоку неожиданный вопрос. Как ваше здоровье? История сумасшествия вашей семьи, астма, диабет? К чему такие вопросы? Мадам Петрова, у нее есть проблема. Мадам Петрова, она у нее проблемы. Меж тем, после балета типичная автор-пати в русском стиле. Тут есть водка, икра, девочки. Водка, кавьяр, девочки. Которых он зовет в стиле девочки, девочки, ты такой красивый, машин катался, едем, да? Девочки! Сюда, сюда, девушки! Кто-то из вас девушки понимает по-английски? Нет. Что, ни одного слова? Нет. Если они не понимают по-английски, то как они понимают этот вопрос? Но не суть важная. Вот вам джентльменский комплимент. С вашего позволения, в таком случае, дама, я хочу сказать, что у вас чудесные, прелестные пупу. Тем временем, Холмс прибывает к пункту назначения. Мадам Петрова принимается. Пожалуйста, водитесь. Мадам Петрова выглядит, как жена Кащея Бессмертного. Очень приятно. Между прочим, это балерина Туманова, которая дебютировала в кинематографе вместе с Грегори Пэком. У него тоже тогда была первая роль в Голливуде. И надо же так было случиться, что они играли участников советского партизанского отряда. У меня был одетым... одетым, господи. Об этом отдельный выпуск. Артистку играет балерина Тамара Туманова. Для нее, как и для Пэка, эта картина стала полноценным голливудским дебютом. Зовут нашу героиню... Нина? Нина Иванова. Вы меньше ростом, чем я ожидала. Что главное в мужчине? Ну это не важно. Меня главным образом интересуют ваши мозги. Мадам Петрова читала все рассказы, романы про Шерлока Холмса, и они ей все понравились. Особенно собака Баскервилл. Замечательно. Когда Холмс просит перевести слова мадам Петрова на английский язык, то получается вот что. Бигдог фром Баскервилл. Ну, хорошо, что не хот-дог. Покажите ему скрипку. Что это значит, лэм? Холмс, как любитель скрипок, сразу же определяет автора инструмента. Антониус Страдиварис Кременесис. Скрипка Страдивари. Скажите ему, что это подарок от меня. За что же такая благодарность? Налейте водки и объясните ему, в чем дело. А дело в том, что мадам уже 38, но она не выглядит на 38. Она 38. Я должен сказать, что она не выглядит на 38. Это потому, что ей 49. Это потому, что она 49. И ей хочется найти отца. Его нет? Так точно. И поэтому вызвали меня? Так точно. Мадам желает иметь ребенка блестящего, но в плане с блестящим умом и красивого. И поскольку она сама красивая, то она выбрала умного. А мадам уже вся в нетерпении. Надо сказать, что Холмс был не первым вариантом. Сначала они хотели выбрать Толстого. Ну, конечно же, он гений. Но слишком старый. Затем мы рассматривали философа Ницше. Первоклассный выбор. Нет. Ту-джерман. Слишком немецкий. Затем мы рассматривали вариант с Чайковским. О, вы могли ошибиться с Чайковским. Да, мы могли. И мы ошиблись. Тут такой небольшой автопчик из моей практики. Экскурсионный. Дело в том, что Чайковскому стоит памятник. Перед зданием консерватории в Москве. На Большой Никитской. Этот памятник с авторством Веры Игнатьевны Мухиной. И изначально он планировался несколько в ином виде. То есть Чайковский сидит, сочиняет музыку. А вдохновляется он народной мелодией. А играет эту народную мелодию молодой пастушок на свиреле, который должен был быть вот там, с той стороны памятника. Но, когда Мухина уже заканчивал этот проект, ей как бы намекнули, что вот присутствие мальчика вот в этом варианте, ну, нежелательно. Поэтому пастушка пришлось убрать. И памятник этот остался без пастушка. Это катастрофа. Катастрофа – это катастрофа. В чем же она заключалась? Ну, вообще-то не глаз, а cup of tea. Это стандартное выражение, которое выражает пристрастие или непристрастие кого-то к чему-то. В основном в негативном контексте. Ну, например, малолетние дебилы are not goblins' cup of tea. Скажите ему, что я очень довольна этим решением. Мадам-то довольна, но вот доволен ли Холмс подобным раскладом? Одна неделя с ней в Венеции, она возвращается в Петербург с ребеночком, а он возвращается к себе домой со скрипкой. One week in Venice with madame, she goes back to St.Peters where we baby, you go back to London with fiddle. Холмс начинает отмазываться, причем с пристрелом на определенные особенности, которые знакомы всей русской миграции, в моей семье гемофилия. There is haemophilia in my family. Я ничего не понимаю, пожалуйста, не понимаю ничего. Он говорит, что его смерть страдает гемофории? Пусть не беспокоится, я обстригу себе ногт. Какая должна быть страстная дама в кровати. Почему он колеблется? Он не находит меня достаточно привлекательной? Тут врывается доктор Ватсон. Извините, что такое проказник? О, извините, что такое проказник? Это означает, что вы маленький дьявол. Это означает, что вы маленький дьявол. Интересный перевод слова проказник. Но тут Холмс спускает свой последний аргумент. Дело в том, что он холостяк и живет с другим холостяком в течение последних пяти лет. Пяти очень счастливых лет. Пяти очень счастливых лет. То есть, Чайковский не единственный случай. Вы имеете в виду то, что вы и доктор Ватсон... Любовь зла. Он патераст. У меня тоже есть чувство юмора, но это переходит всяческие границы. Еще один? Вам никогда не приходилось слышать, как выпь кричит? Это становится однообразно! Какой вы идиот! Утверждает, что такое собака Баскервилли, когда ищет свою жертву. Почему вы не выяснили все это раньше? А теперь вы меня поставили в такое положение? Сегодня что-то очень громко. Да-да, вот, собственно, и моя реакция на все увиденное. Это был голос живого существа. Ватсон, меж тем, оттопыривается по полной. Но раздосадованный директор сообщает о только что выявленной подробности своим подопечным. Ну и понеслась. Из ушка в ушко. Пока новость не достигает нужных ушек. Доктор Ватсон не замечает, как оказывается в правильном окружении. Директор объясняет ничего не понимающему доктору, что у них в балете с этим все окей. Павел, Миша, Борис, Дмитрий, Илья, Сергей. Правда, Сергей наполовину. Ну, то есть, Би. Сергей... Хафанхаф. Надо сказать, что Ватсон, когда выясняет, какому позору подверг его Шерлок Холмс, он возвращается домой в низтом гневе. Но Холмс, как всегда, обыгрывает своего напарника и приятеля. Тут надо сказать, что сам Билли Уайлдер сознательно создал вот такой образ Холмса с намеком на некие гомосексуальные склонности. И уже был выпуск, в котором режиссер очередного фильма «Перевозчик» намекал на том, что его герой Стетхам, он тоже, ну, немножко гей. Правда, потом он взял свои слова обратно. Так-то он был горст, что вот, наконец, первый гей, такой брутальный мужик. Но пока вот в Голливуде еще этой тенденции не замечается. То есть, нет, конечно, там геи есть во многих фильмах, и некоторые из них прекрасны в своей постаси. Но вот именно, если мы говорим про настоящего героя, пока нет. Но посмотрим, что будет лет через 15-20. Пока, так сказать, именно общественного культурного запроса на супер-хероу гея мы не наблюдаем. Но почему? Почему? Ну, что сказать. Не надо, конечно, принимать эту картину за чистую монету. Это Стёб, величайший и т.д. и т.п. Но, конечно же, клюква одейшая. Как это верно, Вац. Поскольку тут постоянно мелькала вена, то там карлики в вену прибывают. Заметьте, кстати, какие аллюзии с древолюционным терроризмом, которому я посвятил такое количество времени. И, кстати, Вена точно так же связана с некоторыми историями из области терроризма, но об этом отдельно. И вот человек там бросился из галереи Венской оперы. Поеду в Вену, намечали очередные маршруты. Поеду в Прагу, поеду в Будапешт. Я не уверен, что в эти города я буду возить группы. Но вот посмотрим на местности. Тем не менее, в Питер группа едет 3-5 января. И она же поедет... Ну, не она же, я имею в виду этот же тур. Я буду повторять 2-4 мая на майских праздниках. В Париж мы едем 27 января. В Берлин мы едем 9 марта. И летом я планирую уже совершенно точно сделаю тур в Иваново и окрестностях. Не знаю, пока двух- или трехдневный. Наверное, двухдневный. И в Нижний Новгород. Поэтому следите за анонсами. Ну, а вот новые города появятся по осенью 2020 года. Пишите мне, оставляйте предварительные заявки. Я буду у вас заносить предварительный список. Ну, а потом, когда появится конкретик, я буду вас ставить в известность. А вы уже будете решать, надо оно вам или не надо. Да, и кстати, на январских праздниках состоится экстремальное приключение в Москве. Это экскурсия по Пятницкой улице. Ну, если вы не боитесь холода, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Вся информация, все ссылки есть вот там. Также напоминаю, что, в принципе, ну, это уже не мое издание. Это издание издательства. Поэтому получилось оно, мягко говоря, чуть дороже, чем оно у меня было. Поскольку я продавал свою книжку напрямую. Тем не менее, переиздание книги о пиаре во время русско-японской войны есть в интернет-магазинах. Ну, вот, одну из ссылок, например, я оставлю тоже там. Смотрите, если хотите, покупайте. На этом все. Комментарии, пожелания, объятия, поцелуи, проклятия вот туда. С вами был Павел Перец. Увидимся. Пока.